Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим вкусный, ароматный торт пьяная вишня. Я надеюсь, что этот торт никого не оставит равнодушным. Для его приготовления нам понадобится для теста 5 яиц, стакан сахара, стакан муки, стакан у меня небольшой, по 200 мл. Также для приготовления теста нам понадобится немного какао, соль и разрыхлитель теста. Для приготовления крема нам понадобится 200 г сливочного масла и пол банки сгущенки. Для приготовления глазури нам понадобится 30 г сливочного масла, немного молока, немного сахара и немного какао. Также для приготовления торта нам понадобится баночка вишни или черешни в сиропе, объем баночки у меня 600 мл, 100 мл коньяка и плитка молочного шоколада. На приготовление торта требуется 2 дня. В первый день мы подготовим вишню и приготовим бисквит. Перекладываем вишню в более глубокую посуду, наливаем в нее 100 мл коньяка, банку закрываем крышкой и оставляем вишню настаиваться на сутки. Займемся приготовлением бисквита. Так как бисквит нужно выпекать сразу после приготовления бисквитной массы, для начала включаем духовку разогреваться до 170 градусов. Теперь в чистую металлическую или стеклянную обезжиренную посуду добавляем 5 яиц, к яйцам добавляем щепотку соли и начинаем сначала на маленькой скорости взбивать яйца до тех пор, пока они не поменяют свой цвет и не насытятся кислородом. Когда яичная масса побелеет и начнет появляться легкая вот такая вот пена, увеличиваем скорость миксера и на большой скорости взбиваем яйца до легкой пены. Когда объем яиц увеличится почти вдвое, постепенно добавляем стакан сахара и продолжаем взбивать яйца до тех пор, пока не растворится весь сахар. Когда сахар растворится, добавляем во взбитую массу 2 столовых ложки какао, чайную ложечку разрыхлителя теста, постепенно насыпаем муку и продолжаем взбивать тесто. Получившуюся бисквитную массу перекладываем в формочку для выпечки. Я буду выпекать бисквит в металлической разъемной форме диаметром 22 сантиметра. Дно формы нужно застелить бумагой для выпечки, бумагу смазать растительным маслом Бортики формы маслом смазывать не нужно. К этому моменту духовка уже разогрелась. Повторю, что разогреваем ее до 170 градусов. Отправляем бисквит на выпечку. Готовится он примерно 25-30 минут. Точное время приготовления зависит от возможностей вашей духовки. Готовность бисквита будем проверять на сухую лучинку. Во время приготовления бисквита лучше не открывать дверцу духовки для того, чтобы бисквит не опал. Прошло полчаса, именно столько готовился бисквит в моей духовке. Готовность бисквита проверяем на сухую лучинку. Палочка чистая, значит бисквит пропекся. Теперь нужно дать ему хорошенечко остыть. Когда бисквит остынет, достаем его из формочки. И даем бисквиту отстояться 10-12 часов. Когда бисквит хорошо отстоится, срезаем с него верхушку. Вынимаем из бисквита мякиш, оставляя стеночки толщиной примерно 1,5 см. У нас должна получиться пустая формочка. Вишню, которую мы замачивали в коньяке, процеживаем через дуршлаг. И получившимся сиропом пропитываем формочку из бисквита и верхушку. Бисквит убираем пока в сторону и займемся приготовлением крема. В глубокой посуде взбиваем 200 г сливочного масла. Масло должно быть комнатной температуры. Когда масло хорошенечко взобьется, станет таким легким, воздушным и побелеет, добавляем постепенно в него пол банки сгущенного молока и взбиваем легкий однородный крем. Часть получившегося крема оставляем для украшения торта. Вишню нужно поделить. Немножечко оставляем тоже для украшения торта. Из остальной вишни нужно удалить косточки, если таковые имелись. Теперь в крем добавляем вишню. Измельчаем туда мякиш из бисквита. Добавляем 2-3 столовых ложки вишневого сиропа. И хорошенечко все это перемешиваем. Получившейся начинкой наполняем формочку из бисквита. Торт накрываем крышечкой. И отставляем его пока в сторону. А мы займемся приготовлением глазури. Для приготовления глазури в кастрюльку добавляем 3 столовых ложки сахара. 2 столовых ложки какао. Наливаем 3 столовых ложки молока. Добавляем 30 грамм сливочного масла. Ставим все это на плиту. И на медленном огне доводим до кипения. Пока разогревается наша смесь для глазури, пол шоколадки ломаем на кусочки. Вторую половинку шоколадки трем на мелкой терке. Постоянно помешивая, доводим глазурь до кипения. Повторю, что готовить ее нужно на маленьком огне. Когда глазурь хорошенечко прогреется и сахар полностью растворится, глазурь только-только начнет закипать, добавляем в нее пол плитки шоколада и помешивая, растворяем шоколад. Как только шоколад растворится, глазурь готова. Горячей глазурью покрываем торт. Посыпаем торт тертым шоколадом. Дальше украшаем торт по своему усмотрению. Готовый торт отправляем в холодильник на 2-3 часа, для того, чтобы он остыл и чтобы соединились все вкусы. Когда торт охладится, он готов, можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится торт пьяная вишня, приготовленный по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok